Активные действия торпеды привели к удалению Слава Тьюлаева. Давайте посмотрим на следующий эпизод. То же самое удаление продолжается, уже сбрасывание в нашей зоне. Казалось бы, Сойн выигрывает сбрасывание. Куляж должен был выводить шайбу по стеклу или как, но... Защитник торпеды перехватывает, ловит эту шайбу. И далее выводит своего партнера на ударную позицию. Мы видим то, что наши крайние нападающие не успели. Вот этот крайний нападающий свою позицию потерял. И видим, что Денис Куляш уже выходит своего рода на помощь. Пытается нейтрализовать бросок, но бросок все равно доходит до ворот. Видим, что Денис Куляш с данной позиции ушел сюда, ставил одного. Фролов уже перекрывает Светберга. Видимость Светберга наносится бросок. В данной ситуации, конечно, Куляшу следовало бы не клюшкой перехватывать этот бросок, а лечь под шайбу. Да, но давайте посмотрим, успевал он лечь? На мой взгляд, да. Но не произошло этого. Последовал не выброс из зоны и нейтрализации шайбы не было. Раз уж мы вот этот момент рассматриваем, нас болельщики спрашивают, и мы заостряли внимание, как вам игра Кулеша, ну и Гончарова, так как он сам действует сегодня в одной паре. Ну, судя по тому, что Гончаров удалился, следом последовало удаление. В конце периода последовал бросок, ну там шайба не пересекла линию ворот. Первый период оставляет желать лучшего. Смотрим следующее. Атак Салават Арзамасцев забрасывает шайбу в зону. Здесь он оказывается у Евгения Бодрова. И вот. Штрафное время Нижегородцев уже заканчивается. И мы видим, уже на исходе штрафного времени выводит Арзамасцева. Интересно, что Арзамасцев абсолютно один здесь находится. Аналогичная ситуация была и у Нижегородцев, когда Аляев забивал. Когда выдвигался куляш под него. Очень похоже, Голыбан тоже показал. Ну, здесь защитник сел и уже хорошо распорядился шайбой Арзамасцева. Давайте посмотрим. Здесь даже небольшой рикошет был. Да, не без доли везения. Отличный бросок Арзамасцева. И как и Аляев, от каркаса ворот шайба в них оказалась. 50-го ракурса еще раз посмотрим. Мы видим, защитник сел и он достаточно четко прозит. То есть это тоже была техническая ошибка. Защитника? Да, и как-то иначе он уже мог сыграть. Но здесь защитник вроде бы сел под шайбу. Но здесь больше мастерство и точность Арзамасцева сыграло большую роль. Да, то есть когда забивал Топеду, мы говорили, что Палешу следовало бы пошагу влечь. Возможно, он бы нейтрализовал. Еще есть у нас моменты? Да, есть у нас еще моменты. Смотрим, тут же был Кирилл Капризово. Выгранное вбрасывание. Опять же, Салат Илаев играет в большинстве. И очень быстро удалось его организовать. Буквально несколько секунд ушло на это. Бросок Хартиканина, да? Вот, Владимир Иванович, мы видим, последовал бросок. И Илья Проскуряков немного растерялся в данной ситуации. Мы сейчас посмотрим дальше, как его повело в другую сторону от шайбы. И тем самым он потерял ворота, а Кирилл Капризово в этот момент грамотно распорядился шайбой. Отскок последовал достаточно удачным. Кирилл Капризово в этот момент грамотно распорядился шайбой.